А, Юни? Юни, почему ты замолчала? Что ты кричала? Что случилось? Юни, вернее, Уни, да? А, где я? О, господи, это всего лишь вода. Уни, с тобой всё хорошо. О, господи, что это? Медуза Гаргона! Она выбралась! А, нет, она превратила Юни в камень! А, нет, ещё Крипер там бежит за мной. Так, блин, надо отсюда срочно выбираться. Или всё же сразиться с ней, да блин, она меня к себе не подпускает. Эффект окаменения, что? Ладно, выбираемся отсюда. Я выбрался. Господи, что она с ней сделала? Надеюсь, что Юни жива, потому что то, что там происходит, мне непонятно. Но почему тогда я не превратился в камень? Подождите, возможно, дело в том, что вот эта вот шкура львомбы меня спасает и отражает все её атаки. Ведь тут есть эффект сопротивления отбрасыванию. Возможно, он способствует каким-то образом тому, что я не превращаюсь в камень. Ладно, и что мне теперь делать? Господи, как мне ей помочь? Нужно бежать к Мёрфи, срочно! Срочно бежим к Мёрфи! Я должен его предупредить! Мёрфи! Так, ладно, сниму, пожалуй-ка, я вот эту вот шкуру немейского льва, потому что, блин, мало ли тут воры есть. Дома у утки тактево всё ещё тут горит. В принципе, ничего и удивительного. Что? Почему у них дверь открыта? Ладно. Мёрфи! Гирадус! Вы здесь? Может, на втором этаже есть? Никого. А куда они все делись? Что это, бестиарий? Ладно, давайте возьмём. Надеюсь, они против не будут. Так, что тут у нас есть? Ну-ка, Медуза Гаргона. Проклятая дева, чей характер не уступает змеиному. Ну, что верно, то верно. Мы уже в этом с вами убедились. Умеет обращать людей в камень, слабости. Щит трёхголового великана? Что? Какого ещё великана? Уровень угрозы опасна. Так, ладно, нужно поискать в этой книжке трёхголового гиганта. Ага, трёхголовый гигант. Мифическое существо, обитающее в тёмном мире. Можно призвать с помощью трёхголов обычных великанов. И коровы? Э, чего? Уровень угрозы очень опасен. Господи, каких ещё великанов? Неужели тут и великаны есть? Ладно, видимо, мне придётся сегодня очень долго спасать Юнии вообще. По-моему, я могу сделать молнию Зевса. Все нужные ингредиенты у меня есть. Точно, где мой дом? Нужно срочно сделать эту молнию. Кусочек и хора, с железа я добыл и немножечко золота. Так, а где верстак? Ну-ка, сейчас мы всё дело это проверим. Вот так вот, по-моему, она делается, вот так вот и... Эм, что, не работает? А вот, молния! Подождите, посмотрите, это самая настоящая молния! Надеюсь, она не одноразовая, потому что если это так, то нахрена я тратил целый вот этот вот редкий кусочек непонятно чего? Э, корова? Сейчас мы на тебе немножечко это всё дело протестируем. И, о, да, она не одноразовая. И мне выпала кожа. И немного жареных стыков, почему бы и нет? Слушайте, это просто офигенно. Ну что ж, я думаю, пора собираться и идти в путешествие за великанами. Поехали! И пока я как раз таки всё это делаю, ребятки, вы можете прямо сейчас подписаться на канал, поставить лайк, это самое, комментарий написать. Да господи! Надеюсь, я там не поджёг дом на... Вроде бы как нет, но... Ладно, потом проверим. 15 тысяч лайков и выходит новая серия по этому летсплею. Ну что ж, отправляемся за гигантами. Как мне кажется, они обитают где-то в заснеженных горах. В принципе, сюда я и прибежал, но кроме вот этих вот лам я больше никого здесь не вижу. Ребят, вот посмотрите! Только что прямо передо мной заспавнился гигант, и вроде как он мирно настроен. Но, чувак, извини, мне придётся тебя поколотить. Призываю молнию! Я говорю, призываю молнию! Вот так-то лучше, он немного вгорит. Получай! Ай-яй-яй, бежим-бежим-бежим-бежим! Молния, давай-давай-давай! Опа! Так, супер! Надеюсь, у него не очень много здоровья, потому что ещё один-два удара, и он меня полностью сможет убить. Ну-ка, вот так вот. Не-не-не-не-не, чувак, не агрись на меня, пожалуйста. Блин, мне бы не помешал лук. Так, вроде он отвернулся и... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-бежим! Как же это будет сложно! У меня совсем нет еды, чёрт! Я с собой не приготовил абсолютно ничего. Так, использую молнию. Получай, получай! И, ребят, вы посмотрите, с первого же раза мне выпала голова гиганта! Ну-ка, я могу её надеть, о господи. Ээээ, я похож на... даже не знаю на кого, ребят. Напишите в комментариях, но это очень смешно, ладно. Надо надеть срочную шкуру, потому что она меня хоть как-то защищает. И там я вижу какое-то странное гнездо. Тут бегают вот эти вот шаманы. Мне нужно найти хотя бы ещё двух вот этих вот великанов. Ну, блин, они дико сильные. Так, ладно, спускаемся. И, возможно, где-то здесь ещё будут... Эээ, так с вами торговаться, по-моему, нельзя. Ну-ка, сейчас попробуем. Нет, ну, вы добряки, поэтому вас обижать я не буду. Ух ты, подождите, а это кто такие? Крылатые лошади? А как их приручить? Ну-ка, иди-ка сюда. Опа, не работает. Видимо, это почти что как с единорогами. Точно, это же пегасы. А, ладно, мне пригодится хотя бы один такой. Ну, а пока что мне нужно просто найти великана. Так, ребятки, вы только посмотрите. Ещё один гигант. Но помимо этого, и так же я вижу деревню. Самую что ни найти обычную деревню. И там я вижу кузницу. А это значит, что, возможно, там я найду что-нибудь ценное. Поэтому, гигант, ты пока что подожди меня тут. А я пойду залутаю эту деревню. Надеюсь, там будет что-нибудь интересненькое для меня. Потому что, если это так, то я смогу победить этих гигантов. Ещё один единорог, господи. А на самом деле, они не такие уж и редкие. Хотя это всего лишь второй, которого я встречаю на протяжении вот этих вот четырёх серий. Надеюсь, он всё ещё приносит удачу. И с Юни всё будет хорошо. Так, железный меч. Ну, такое себе, знаете, на самом деле. Но, в любом случае, вот эти вот поножи мне пригодятся. Как и вот эта пшеница. Так, ещё немного яблочек нам не помешает. И мне нужен верстачок. Так, жители, извините, но мне придётся забрать у вас немного дуба. Блин, сзади я похож немного на Мёрфи. Хе-хе. Ладно. Так, и наступает ночь. Это не очень хорошо. Мне срочно нужно сейчас переделать хлеб и побежать скорее к великану. Потому что, если я не успею до заката солнца с ним разобраться, то выйдут другие монстры. Блин, я там вижу ещё и портал. Ну-ка, а там кто такой? Ээээ. Это опять летающие какие-то странные существа. Ну ладно, так уж и быть сначала зайдём в этот портал. Так, и здесь шипы 3. Починка, кстати, не так уж и плохо. Потихонечку у меня появляются различные аспекты брони. А это значит то, что я сейчас могу пойти к тому великану. Хм, вот только посмотрите, что я ещё нашёл. Ваза с каким-то золотым яблоком. Блин, неплохо. С собой мы её тоже, пожалуй, заберём. Так, да, вот гигант остаётся на своём месте. Поэтому получаем молнию. Ой. Эээ, ребят, извините, я не хотел. Опа! Ой-ой-ой-ой, даже меня немного задело. Так, ладно, молния осталась совсем чуть-чуть. Поэтому нужно её как-то экономить. Блин, был бы хотя бы у меня лук и пару стрел. Тогда было бы это всё в сто раз проще. Ах, получай. О, да, ещё одна голова. Ребята, мне сегодня дико везёт. У меня уже есть две из трёх. Так, ага. Я с тобой знаком. Ты мне, в принципе, не пригодишься. Мне нужен ещё один великан. Я думаю, сейчас мы с вами немножечко сможем поспать. Опа-на, а ты кто такой? Он не похож на обычного великана. Это что, циклоп? Что? Настоящий циклоп? Ладно, возможно, с него что-то интересненькое падает. Ну-ка, иди-ка сюда получай. Получай, ни хрена себе, ты дамажишь, блин. Так, ладно, немножечко потратим всё-таки свои молнии на этого циклопа. Блин, ещё и скелеты тут везде. Довольно-таки сложно обороняться. Ну-ка, иди сюда, из тебя выпало. Вау, целое ничего, охренеть. Ладно, побежали спать. Никогда не думал, что буду радоваться так обычной деревне. Житель, прости, но это теперь моё место. Ну что, великан решил заспавниться прямо около моей деревни. Получаю ещё одна голова. И железо. Четыре железа, серьёзно? Это так работает? Ну, спасибо. Блин, кстати, смотрите, как мне идёт золотая броня вместе со шкурой львумбы. Так, теперь мне нужна всего лишь так коровка. Я предлагаю прямо сейчас сходить домой и посмотреть, как там переплавилось моё железо, сделать себе железную броню и так далее. И уже начинать потихонечку готовиться к битве. И, кстати, мне пригодится вся еда, которая только может быть. Поэтому курочки, простите, но вы мне пригодитесь. Так, уже вижу коровку. Это хорошо. Сейчас мне нужно пойти сделать себе хотя бы железный нагрудник. Так, у меня 18 железка. Это значит, то, что делаем нагрудник. И, о, да, я практически полностью укомплектован. Так, лишнее мы сейчас вот это всё дело выложим. Пережарим. А! Ой, не-не-не-не-не, блин, я ещё, ещё буду тут заспавнить босса. Этого нам как раз-таки здесь и не хватало. Так, ладно, молнию я оставлю себе сюда. Как-то так это должно всё дело выглядеть. И берём с собой курицу. Ну что ж, можно идти, как я считаю, уже в бой. Надеюсь, он не нападёт на город. Потому что, если это будет так, то мне полная жопа. Так, где тут корова? Ага, иди сюда. Вроде как я понял, мне нужно поставить около неё вот эти вот все штуковины. Ну-ка, вот так вот. Эй, стой на месте. Вот так вот. Вот так вот. Давай, давай, давай. Корова, иди туда, внутрь. Вот так и... Опа, опа. О, да! Сработало! Гирион! Господи, что мне делать? Эй, бро, может быть договоримся? Как-то я не думал, что это будет так неожиданно. Эм, зачем ты поднимал руку? Ой-ой-ой, что? А, бешеная корова, спасите! Я не хотел тебя убивать. Это всё было случайно. А может, ты отстанешь от меня? Да, так-то лучше. Что ты, что ты делаешь? О, офигеть, ошеломление. Ну нахрен. Видимо, без молнии здесь не обойтись. Он даже не горит. Случай эти глупые коровы. Так, ну-ка иди сюда. Ладно, я понял, ты очень сильный. Но мне нужно тебя победить, чтобы спасти свою подругу. Так, да иди ты в жопу со своими коровами. Как-то не могу, не могу подвигаться. Ладно, молния почти на исходе. Да отстанет от меня грёбаная корова. Получай. Ошеломление. Да, я опять не могу двигаться. Кстати, ребят, смотрите. Вот тут он меня может не достать. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Мало здоровья, мало здоровья. Ой-ой-ой, иди в жопу. Корова. Ну-ка, получай, получай, получай. О, а вот так действительно я могу его дубасить. Только, блин, эти коровы всё портят. Опять два сердечка. Вот сейчас мне золотое яблочко не помешает. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, опять это ошеломление. Получай, получай, получай. Призвал опять свою бешеную корову. Ну что, хочешь получить разряд молний? Держи. А, я пошутил, ладно, я пошутил. Пока. Надо срочно подереваться, моё любимое деревце. Вот так ты лучше. Осталось всего лишь пару ударов. Я победил его. Наконец, что, алмазы? Откуда? Ладно, всё, просто забираю это всё дело и... Где мой дом, где мой дом? Срочно наступает ночь, и это значит, что мне нужно побыстрее сейчас забраться в свой дом. Вернее, в дом Юни. Посмотреть, что мне вообще там выпало. 18 алмазов, что? Амброзия. Два назеритовых слитка. Железная дубина уничтожения. Два восемь с половиной урона. Охренеть. Щит-зеркало. Да, это... Это то, что мне нужно. Я буду отражать атаки медузы Гаргона. И смогу тем самым спасти Юни. О, да, точно. Так, сейчас надо перекусить и сразу туда отправляться. Но, ребят, это сделаем мы уже, получается, с вами в следующей серии, кстати. Нужно будет ещё скрафтить этот самый... Назеритовый топор, Назеритовое ещё что-нибудь. Тогда я смогу по-настоящему пойти на самых сильных боссов, которые здесь есть. И, возможно, король меня заметит. И тогда я смогу вступить к нему на службу. Всё-таки я победил уже достаточно много боссов. Ну что ж, ребятки, с вами был я, Райм. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро выйдет трек. Всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok